Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей! Усадьба Мятная Поляна, Поселение Чистое Небо. Вот такие яблочки уже поспели. YouTube-канал Жизнь Поселений Чистое Небо, а именно, Усадьба Мятная Поляна. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей из Кузницы. Мой канал не только о Поселении Чистое Небо, он также и о Кузнице, Он также и о моих работах у друзей. Здравствуйте, друзья. Вас приветствует Алексей. Сейчас нахожусь в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга, у друга на даче. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому не нравится, дизлайки. Ну и нажимайте колокольчик на панели и всегда будьте в курсе моих новых видео. До скорой встречи. С вами был Алексей. Как сюда уехал, жил я в Питере. Столько земли на Руси, огромное, пустое. А вот в конурках таких бьемся, что-то сидим там. Он долго искал место. Вот вы спрашиваете мне, Володя написал, умирают деревни, что с этим делать? Ну все просто, берете и ищете деревню, которая умирает сами. Причем не кто-нибудь, рассказать кому-нибудь, а сами. Стали бы деревни поднимать, стали бы излишки. Излишки бы идти обратно в город. ГМО бы не было, а с любовью выращенные продукты, это совсем другая дема. Машин бы меньше стало, народу меньше, города разгрузились бы. Ну для того, чтобы что-то сделать, надо что-то потерять. Видимо, я его терял и расставался со своими эго-комплексами, страхами, одиночеством. Вдохнули бы просто. Так появилось эко-поселение «Чистое небо». Разбитое, но так называемые родовые поместья, оно раскинулось на огромной территории. Даже местное озеро площадью 35 квадратных километров по здешним меркам считается небольшим. Мобильная связь работает здесь отвратительно. Зато для всех не запароленный Wi-Fi, что делает пространство для жизни безграничным. В их эко-поселении «Чистое небо» уже 30 семей. А детишек здесь больше, чем взрослых. Свежий воздух, вот это вот все. И если жить на природе и раз в месяц выезжать в город в кинотеатр, это лучше, чем жить в городе и раз в месяц ездить куда-нибудь на шашлыки. Вот мы до этого дошли и поехали. Ну, на природе жить лучше, чем в городе. Мы так решили. Подумали, подумали. У меня была удаленная работа, ну и до сих пор есть удаленная работа. Я программирую, поэтому... Здесь может быть лучше. Вот и все. Совершенно не избегание. И в городе замечательно, в офисной работе работал. Да, именно поселиться на земле. Все то же самое, да, фактически. Мы порой даже ездим в город за тем, что здесь, в маленьком городке, нельзя что-то купить. Многое через интернет заказываем. Кроме того, здесь никто не курит, не употребляет алкоголя и не сквернословит. Что позволяет заезжим туристам считать поселян сектантами. Будто все прочие непременно курят, пьют и ругаются матом. В действительности все проще. Большинство людей стремятся избежать суеты, сохранить здоровье и жить в согласии с природой. Просто кто-то на это решился, а кто-то нет. Жизнь на своей земле, а это немало. Здесь я, наконец-то, раскрыла себя как женщина. Здесь я родила ребенка. Я начала заниматься рукоделием. Именно здесь. То есть мне в Питере было не до этого. В Питере я работала, училась. И я бы, наверное, ни за что бы в жизни не стала ничем заниматься. Здоровье уже, как сказать, подорвано. А вот здесь вот я вот нашел, так сказать, мы нашли с женой уголок, который нам нравится. Выходит интуитивно что-то, желание что-то посадить, что-то досадить, где-то что-то доделать, досовершенствовать. Потому что здесь, по большому счету, были заросли. Вот. И здесь какие-то деревья можно убирать, какие-то более благородные сажать, плодовые деревья сажать. В первой половине 20-го века здесь было еще как людно. 83 дома на всю округу. Но во время войны местные партизаны захватили в плен немецких офицеров. Из зондеркоманды СС деревню сожгла. Однако следы былого проступают тут и там. Иными словами, жизнь здесь не столько насаждается, сколько возрождается. Живут себе люди, никому не стремясь понравиться, в гармонии с собой. Опровергая известную максимум, они открыто дают понять. На свете есть и счастье, и покой, и воля. Продолжение следует...